Добрый день! В прошлых видео мы много говорили о важности сухостоя, но как правильно его посчитать? На эти вопросы мы постараемся сегодня ответить. Итак, с вами Вячеслав Колтаков, генеральный директор Digifarm Software, и мы помогаем вам доить больше за счет автоматизации ваших ферм. Сухостой, что может быть проще? Любой зоотехник знает, что корову за два месяца до отела надо отправить. Но почему же у многих это не получается? В чем здесь подвох? Все очень просто. Когда мы говорим о отеле и всяких вакцинациях и обработках после него, допустим, о первом осеменении, у нас событие уже произошло, и мы от него отчитываем. Отел – это событие, которое у нас только произойдет, и мы по факту не знаем этой даты. Корова молчит как партизан и не хочет говорить, когда она собирается телиться. И тут начинаются вопросы. Как нам правильно посчитать, когда запускать корову, когда переводить в транзит? Есть несколько решений. Первое, самое простое – взять справочные значения и использовать их. Но всегда ли они совпадают с тем, что у нас происходит на ферме? Генетика ушла довольно далеко. Породы, которые были описаны в старых учебниках, сильно изменились за это время. Возможно ли нормально использовать эти данные? С другой стороны, у нас у всех есть система управления стадом, и мы можем посмотреть в них. Использовать эти данные – это увеличит нашу точность и поможет более правильно спланировать нашу работу. Но здесь тоже есть подвох. Давайте посмотрим на два хозяйства. Это график днестельности при отеле, когда телятся наши животные. Перейдем в табличную часть. Мы видим, что потелилось 580 животных, средний день отела у них 276 и доверительный интервал – 8%. Эти два значения минимальные и максимальные. Они нас не интересуют. Погрешность есть всегда – ранние отелы, неправильные записи. Самая главная цифра здесь – это доверительный интервал. Доверительный интервал показывает нам, в каких промежутках от среднего попала большая часть наших животных. И чем наш доверительный интервал меньше, тем точнее наши данные. То есть, у этого хозяйства отклонение всего 8 дней. То есть, в пределах недели мы получаем точную цифру. Но не у всех такая картина. Посмотрим другое хозяйство. Что же мы здесь видим? 24 дня – это больше, чем 3 недели. Если мы говорим о транзитном периоде, который длится 3 недели до отела, при таких показателях некоторые животные просто не попадают на транзит и не успевают подготовиться. Но в чем же секрет? Почему так получается? Какие основные моменты нам надо соблюдать, чтобы получать точные данные? Первое и самое главное – это внесение осеменений. В хозяйствах, где есть выявление охоты и сотрудники блока осеменения работают по выявлению, очень часто бывает, что не вся информация доходит до управляющего стадом и не все данные попадают в систему. Вторая важная точка – это проверки УЗИ. Они должны делаться регулярно и мы должны четко попадать ими между осеменениями. На УЗИ у наших сотрудников не должно быть сомнений, от какого осеменения это животное стало стильным. И это очень важно. Движение информации и четкое выполнение работы – вот залог хороших данных. Еще одна очень важная вещь, когда мы смотрим на срок стильности при отеле – это по какой лактации. Я считаю, что следует отделять животных первой лактации, наших нетелей и коров второй и старшей лактации. Не всегда, но очень часто разница бывает существенна. Здесь первотелки телятся на 275 день и доверительный интервал у них 7 дней. В то же время коровы показывают нам результат в 277 дней и 9 дней доверительного интервала. Это не очень большая разница, но вы можете всегда проверить на своем хозяйстве, сколько оно составляет у вас. Вы используете разную сперму, вы используете разные подходы к осеменению этих животных. Плюс еще на это на все накладываются физиологические особенности. Поэтому настоятельно рекомендую, когда вы планируете движение животных в сухостойные секции и в транзитные, обращайте внимание, какие показатели у вас на ферме и с учетом этого делайте корректировки отдельно на коров и нетелей. Итак, подведем итоги. Первое. Очень важно, чтобы информация по осеменениям и по УЗИ своевременно и в полном объеме попадала в систему. Второе. Строя план по движению животных, опираемся на наши конкретные данные, а не на табличные значения. Третье. Всегда проверяем, насколько отличается срок отела у первотелок и коров. Это все вам поможет соблюдать сроки раннего и позднего сухостоя для ваших животных и сделать их отел максимально легким, а первое осеменение максимально плодотворным. Спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Колтаков. Все вопросы оставляйте в комментариях внизу. Подписывайтесь на наши группы на YouTube, Вконтакте, в Telegram и Instagram. До новых встреч!